Молодая, но уже титулованная исполнительница Яна Иванова из вокальной эстрадной студии «Десерт» до сих пор не может прийти в себя от пережитого шока. В этом году она впервые приняла участие во всероссийском конкурсе юных вокалистов «Звонкие голоса России» в прошедшем Великом Новгороде. И результаты поездки более чем удачные. Сначала мне дали лауреата первой премии. Я села в зал, успокоилась уже, думаю, ну все. А потом, когда начали объявлять детей, которые получат гранты, когда объявили меня, я выбежала на сцену и разревелась от счастья, от волнения, потому что я очень сильно перенервничала. Попасть на конкурс само по себе дело нелегкое. Необходимо преодолеть три отборочных этапа. И только после этого исполнитель получает возможность предстать перед авторитетным жюри фестиваля из числа известных музыкантов, композиторов, поэтов, педагогов. Я могу сказать, что здесь было все очень честно и открыто, и круглый стол был, и все члены жюри высказывали свое мнение, объясняли ошибки, и ничего не скрывалось. Члены жюри были объективны, и в принципе, сами соперники были очень достойны. Яна не только не затерялась среди лучших исполнителей страны, но и стала лауреатом первой степени и получила грант президента России. Руководителя вокального коллектива «Десерт» победы Яна нисколько не удивила. В успехе девушки она была уверена. Это закономерная победа, выстраданный опыт, хорошее выступление, правильный настрой, благоприятная обстановка на конкурсе, такая очень доброжелательная, домашняя. И, видимо, ожидание жюри от конкурсантов совпало с нашим видением, как это должно быть. Вот все сошлось, и вот такой результат. Юная исполнительница не собирается останавливаться на достигнутом. Работа над новыми песнями не прекращается. Впереди у Яны еще не один конкурс и не одна победа. Маргарита Кадацкая, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова